По инициативе губернатора Сергея Морозова с 21 по 25 августа в регионе проходила уже ставшая традиционной неделя конкуренции. Об итогах мероприятия поговорили на тематической пресс-конференции. В основном вся масса мероприятий и вопросов затронул такие сферы, как государственные и муниципальные закупки, антимонопольные и тарифные регулирования, развитие конкуренции в сфере образования, медицины, развитие предпринимательства и так далее. По итогам мероприятий, проходивших в области на этой неделе, одним из основных вопросов стала проблема тарифа образования в сфере горячего водоснабжения и обращения с твердыми бытовыми отходами. Рассмотрели возможность введения с 1 июля 2019 года на территории Ульяновской области единых нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в отношении всех муниципальных образований, расположенных на территории Ульяновской области. И в кратчайшее время по данному вопросу решения будут приняты. Ключевой темой круглых столов стала тема совершенствования законодательства в сфере закупок. У нас на территории Ульяновской области, помимо единой информационной системы, где мы размещаем все закупки, у нас принято постановление правительства Ульяновской области о внедрении региональной системы. Что такое региональная система? Это та система, которая позволит нашим заказчикам размещать только те средства, которые предусмотрены в бюджете. Это естественно очень правильно, чтобы не было никаких кредиторских задолженностей, ничего. И вот эта система уже запущена, но есть определенный ряд вопросов финансового контроля. Вот эти вопросы как раз мы обсуждаем. Также были приняты решения о переформатировании Совета при губернаторе, который займется вопросами стратегического развития предпринимательства. Будет создана правительственная комиссия по малому и среднему предпринимательству. Особенностью этого года стало подписание беспринципного соглашения с федеральной антимонопольной службой. Кристина Жакот, новости Ульяновской правды.